Оформить пособия по линии соцзащиты, записаться к врачу, подать документы в школу, в вуз, оплатить коммунальные услуги – это далеко не полный перечень того, какие документы можно оформить, не выходя из дома, без очередей в тесных коридорах. К тому же, воспользовавшись порталом госуслуг, можно сэкономить, так как предоставляется скидка в 30% на оплату госпошлиным. Это, во-первых, в любое время, в любом месте с использованием различных мобильных устройств, компьютера, планшета, имеющих выход в сеть интернет, можно подать заявление о получении необходимости какой-то услуги. Как отмечают сотрудники полиции, оформление документов через портал экономит время не только заявителей, но и тех, кто принимает документы, так как электронная система уже на стадии внесения реквизитов, проверяет их корректность. Кроме этого, при заполнении полей данного заявления на подачу, система автоматически проверяет эти реквизиты и в случае некорректности введения данных, подсвечивает это поле с необходимостью ее корректировки. Чтобы воспользоваться возможностями сайта госуслуг, нужно зарегистрироваться на портале. Но стоит помнить, что не все услуги можно получить со стандартной учетной записью. Например, чтобы записать ребенка в первый класс, нужна подтвержденная учетная запись. В каких организациях можно повысить уровень своей учетной записи, можно также посмотреть на сайте. Очень много подтверждала учетную запись у нас, в межмуниципальном управлении. Но, к сожалению, тут по ряду технических проблем на сегодняшний момент пока временно услуга этого мы не предоставляем. А так, в основном, многофункциональный центр. В связи с режимом повышенной готовности отдел полиции по вопросам миграции тоже работает в ограниченном формате. Поэтому все заявления, связанные с заменами и выдачей новых документов, принимаются через портал госуслуг или по предварительной записи по телефону 6 05 39. Также некоторые виды услуг можно получить через управляющие компании или МФЦ. Елена Грискова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.